Я у войны? Спросить и не сумею. За что она губила мой народ? Но к ней свои претензии имею. Она и мой уничтожала род. Мой род восславил прадед-петербуржец. Он в муках пал во вражеском плену. И нить, что нас бы с ним соединило, оборвалась. И я кляну войну. Другой мой прадед выжил. Бой за боем он прошагал дорогами войны. Он заслужил и славу, и награды, и горькие до самой смерти сны. Он рассказал, как верил он в победу. Как он молился, чтобы выжить там. Его воспоминания, как легенды. Как памятник всем боевым друзьям. Однажды рассказал он о герое, каких у нас в стране до ныне чтут. Его рассказ мне не давал покоя. Особенно в наш век безумных смут. У них в полку был парень из Одессы. Он там учился, стал призывником. Он был умен и по-одесски весел. А вот в Хатыни был родимый дом. Он мать любил. Писал ей письма вечно. Пытался разузнать про их борьбу. Не принимал врага бесчеловечность. И ненавидел пламя и стрельбу. Я будто вижу этого парнишку, веселого и юного, как я. А он уже узнал не понаслышке, как стонет и кровавится земля. Он не мечтал о славе и медалях. Им нужно было победить врага. Свинцом и кровью загорались дали. Оборонялась Курская дуга. В объятиях смолы сизого тумана, Дорогой вечно юных молодых, Солдаты шли с холмистого кургана. И виден был лишь снег голов седых. А на привале почта полевая их догнала. Письмо, письмо в руках. Он треугольник шуткой раскрывает. И вдруг гримаса боли на губах. Он побелел, с конвертом пал на землю. Сожгли. Хатынь? Мою хатынь сожгли. Там мама. Мама. Там мои. Там Леля. Не защитили. Не уберегли. За этот миг солдаты постарели. И даже слезы не текли из глаз. Они лишь только вымолвить сумели. Но скольких ты других от смерти спас. В горящих танках, выжженных березах Повсюду он видал свою хатынь. И видел парень-маму в своих грезах. Дома, друзей, любимых, лик святынь. А вскоре он и сам погиб под Курском. Он русский город защищая пал. Он сын земли Одеска белорусской. Славянский род от ворога спасал. Я с детства плакала над этой драмой. Как будто он мне лично другом был. А позже поняла. Он и за маму, и за меня фашистам отомстил. И если б видел этот воин света Одессу в свастике, Одессу в хатынь, он не нашел бы вопрос-ответа. Зачем погиб он, белорусский сын? И для кого держал он оборону? Терял любимую и маму, и друзей во имя жизни вечной и свободной. И кто теперь достойный их смертей? Он опозорен? Нет, он весь растоптан фашистской хунтой киевской весны. Там о героях единицы помнят, А миллионы помнить бы должны. И каждый день во мгле иконостаса Перед свечой ушедших я молю И молит церковь падших в светлых рясах Господь, не превращай Донбасс в залу. Спасите воины братьев, Украину. Молитесь за народ еще живой. Последний бой мы вновь даем фашизму. Последний бой молитвой и душой.